Смотрите какой у меня сокол Куда, на кухню? Вижу мне сейчас полотыш, да? Давай на стол, может, кастрюлю с супом Куда ты хочешь? О, молодец Потому что мама ненавидит голубей Просто адски Еще день хотя бы продержать, у него больше шансов Будет выжить на улице Ты мешаешь мне вытирать Блин, голубь Что ты делаешь? Никогда не запирайте Птиц в клетках или коробках Они ненавидят это, они свободны Существа, так фрирайдеры Любят летать и свободны Видели когда-нибудь сокола в городских условиях? Вот, смотрите, сокола Там, видите, сокол Сокол ко мне Сокол Орел, давай Ну куда ты? Упрек, что я вот так Крулю на том подоконнике Думал, когда начнутся каникулы Здесь прохода не будет на пули В скейтпарке В скейтпарке никого нет А в пули скейтера, которым по 30 лет Ни одного школьника нет Хоть уже 5 вечера Да, вроде У меня к тебе деловое предложение Давай, ты прыгаешь Что-то с ямой А я прыгаю в последней Второй, самой большой серии Я уже 10 раз подъехал Не могу его прыгнуть И мне будет стимул И тебе будет Давай Давай, перепрыгнешь Давай, Лёх Готов? Давай, шлем-то ведом Так, Лёша Два раза стрёмно Прыгнул Выкинул две ноги сначала Потом второй раз одну ногу Сейчас третий раз прыгает Я же сказал Если долетишь первый Тогда прыгай Еще одну попробую У тебя скорости вообще не было Попытка номер два Лёша Стритер Маленький стритер Попробую этот трейл Вот сейчас было нормально Только ногу выставил Если первый не долетаешь Можно этот вкатить И долететь этот У тебя ошибка Ты вместо того, чтобы вкатить Этот ролл Ты начал крутить педали И у тебя потерялась скорость Да, ты крут Я сказал Лёше Не прыгать больше А попробовать вкатить Ролл Перед тем, как прыгать Ох, блин Нормально Попробуй тут топить руль Лучше не долетать Но топить Правильно входить Это твоя позиция Стой в этой позиции И снимай с меня Окей? Вот как мой Вот это сделает Я тут хочу Я помню еще недавно катал на облраде, там где заседают депутаты, но депутаты наши принимают неправильные решения, по крайней мере в пользу спорта экстремального. Посмотрите почему. Этот депутат мне сказал, иди катайся на специальную площадку. Вы слышали? Иди катайся на специальную площадку, хотя катался на тротуаре. Сейчас покажу почему. Вот специальная площадка, господин депутат, смотри. У нас весь скейт-парк уже развален, и я уверен, что каждый год выделяются деньги из бюджета, но они не доходят сюда. Такие депутаты строят себе дома, а потом говорят, иди на специальную площадку. Планирую собрать деньги на фигуру или на новый скейт-парк. Привет. Хотя я катаю фрирайд, и мне лучше на фрирайдную трассу засобирать денег, но посмотрите на этот скейт-парк. Если ты не построишь, никто не построит, правильно? Будем собирать деньги на рамп. Хотя бы на два квотера хочу. Вот единственный квотер, который у нас есть, и он плавный, без радиуса, поэтому я хочу нормальную рампу поставить. Хорошо, что такое есть, но он бестолковый. Все, что нам поставили. Поэтому здесь хочешь сделать флэр, у нас негде флэр учить, вот Мелой головой ударился. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Ты тупо так, Меловой? Тут отклеивается все. Там дыра сверху. Скоро нога будет проваливаться, и вот дырка. Смотрите. Короче, нет нормальной фигуры, все дырявое. На скейтпарк Ровенский я готов собрать донат, так что пишите в комментариях, кто готов пожертвовать чем-нибудь. Для Ровенского скейтпарка хотя бы две рампы поставить здесь, чтобы учиться вылетать в радиусах можно было делать флэра. Буду благодарен вам за это. Мусор надо забрать, хоть и так мусора миллион. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Я со скейтпарка привез мусор в пул, потому что ближайшие мусорники в пуле. Вот. Берите пример. Достал доску? Нет. Нет. Это чья? А, его. А мы на доме такая же есть. Давай. Все, нет доски, да? Ну, где Вова-то? Ой, Вова. Да, Вова. Да, Вова. Бля. Ну, я держал. Забирать уже. Тут пацаны с мороженым сидят. Три пацаны. А там пацаны с пивом, потому что это компания. А, ну что? Это классно. Дай-ка его сниму. Боже, какие красавицы. Ну? Это будет такой месяц. Это будет такой месяц. Я не думаю, что они будут делать трубки. Что это такое? Что это такое? Что это такое? Что это такое? На пуле тебе пиво пью. На нем болеешь, что это такое? Вон. Что трюков нет? Трюков нет. Где трюки? Вы были, покатались, пошли в пробики и опять вернулись. Понял. Это пацаны из Бекта. Они бидло ебашили. Где? Далее, что Гоупрон не было? Где было? А тут, короче, там... Ты тогда был, когда мы бухали, то там бидло, блядь. И они в него персин кинули, и ты, блядь, взяли, блядь, и под ноги сюда кинули. Бидло кинули персин сюда типа? Ну, там он лежал типа на этом, блядь. И потом началось. Я был нахуй на роликах. Я не с тех роликов. Аааа. Тобто такой замес был пиздец. А сколько? Багато бидло было? Ну, человек 300. Да, этот маленький сразу кинул доску, подлетел и начал, блядь, появиться. Мама! Мама! Не, другую, отталкивай! Мама, давай! 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 Лови! Ой! Давай в другую сторону. И... Туда, давай туда. Туда. Давай. Ой! Спайну! Ой! Давай, бежи, сейчас! Учись, пока маленький, пока не больно падать. А я пока. Учись! Через три года будешь профессионалом. Давай. Оу! Понимаешь? Поколение в поколение переходит? Да! А ты уровень? Вот какое поколение будет мочить нереально. С такими отцами. С такими отцами. Да? Да. Выбрать, где будешь? Си! Си! Влезай! Ну да. Ще определяется. Определяется, какая нога впереди. А ведь у меня левша сейчас не может. Так. Вот что попробуй. Давай. Какая-то тварь, подонок, мудак, накурил в подъезде. Купил я цветы, они очень круто пахнут для мамы своей. И когда я их шел покупать, вы ни за что не поверите, кого я встретил. Вот подумайте сейчас, угадайте, кого я встретил. Неправильно. Я встретил того, кто сейчас у меня дома. Еще раз подумайте, кого я встретил. Еще одного птенца-голубя. Вы представляете? Что за полный... Это что такое вообще? Кто их выбрасывает специально, чтобы не давать мне доделать жесть? Кто-то пользуется этим моей добротой, знает, что я их подберу. Смотрите, этот реально очень бедненький. Он закрывает глазки. Значит, что у него вообще нет сил. Он еле стоит на ногах. Этот бодренький, да? Бодренький. Этот бодренький. Этот уже поел три раза на день. Этот, наверное, давно на улице. Он просто стоял возле дома. Я шел вечером, 8 вечера, когда все голуби спят у себя на десятом этаже, на чердаку. Он стоял просто. Все люди мимо него ходят и могут раздавить. У него нет сил вообще. В таком возрасте птенец не способен ни пить, ни жрать. Я когда ему дал пить, он сунул свою маленькую голову в воду прям с ушами, с глазами на секунд 5-7. На секунд 7 точно. Хлептал, хлептал. Это аж печально. Плакать хочется. Чуть не умер голубь. Такая жажда у него была. Этот, когда я принес воды, пил, ну, секунду. Мало. Глотнул несколько раз и все. А этот просто пил, 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 пил. Очень бедненький голубь. Кстати, взрослые голуби, они дерутся очень сильно. Смотрите, бедненький. Просто стоят и смотрят на меня. Маленькие, смешные птички. Представляете, если бы сидели на улице, я такой шел. Просто взял в руку и понес к себе домой. Потом принес, положил в коробку и все. Представляете? Хотели бы так, чтобы Мишаня вас к себе домой забрал. Смотрите, пищит. Это более такой активный. Смотрите. Ну, уже в два раза меньше он пьет, чем тогда. Тогда он вообще пил, пил. Ну, смотрите, какая жажда. Смотрите, он не знает где... Он хочет с моего пальца... Смотрите, он хочет... Думает, что мой палец это его мама. Смотрите, он хочет есть. Бедненький. Давай, попей еще. Маленькая голова, такая голубячая. Сварил каши. Пробуй, пробуй. Это еда. Пробуй. Пробуй сам. Ну, давай. Так не получится. Нужно запихать в клюв. Давай. Очень трудно открывать клюв. Со шприца легко выдавливать. Клюва этот держать, она рукой пачкаешь ему всю голову голубиную. Потом мыть же штуки. Ну, нужно тебя накормить. Я ж не могу тебя изо рта в клюв, как родители. Голубиный блок. Фрирайдер, который прыгает в дропы. Идет голубиный блок. Ну, такая моя жизнь. Ничего. Врать я не буду. Все как есть. Это хорошо, это круто помогать животным. Один тип сказал, блин, я ненавижу кошек очень сильно. Как можно не любить животных? Я сам ненавижу хищника, потому что они едят других животных. Но кошки они милые, хорошие. И главное, что если они ничего не делают полезного. Он сказал, что они едят. Но все они делают полезные на самом деле. Если их природа задумала быть такими, значит они делают что-то полезное. И даже если бы они не делали, они ничего плохого для природы точно не делают. А люди делают. Вот людей можно ненавидеть, а животных не за что. Какими бы они ни были. Даже если это кошки, еще кто-то. Без них не будет жизни на планете. Да и прекрасно идешь, поднимаешь голову. Там птица полетела, посмотрела себе. Кошка вылезла на тебя. Мурка трется, греет тебя. Собака вообще прекрасная, верная. Ну, аккуратно. Я боюсь, чтобы мама одного голубя увидела. А она двоих увидит, она с ума сойдет просто. Хорошо, что я и цветы купил. Как-то смягчит это все, может. Да, птичка. Птичка. Друзья, не заводите птиц у себя в квартире. Потому что они свободные животные. Пусть летают на свободе. А если уже хотите, сильно любите птиц, завести тогда голубя или ворона. Можно говорящего. Потому что их можно выпускать, с ними можно ходить. Ну, с голубем не походишь по улице, но его можно выпустить. Он целый день полетает и вернется туда, откуда прилетел. Они запоминают свой дом. Поэтому лучше мне не держать их долго. Они будут возвращаться ко мне постоянно, если я их сейчас продержу долго. Можно от ворона, можно по улице ходить, на плечо себе посадил. Я бы себе в ворона хотел бы или сова. Но они хищные. И я от мяса, а я нет. Поэтому я не смогу их удержать. Но если хотите завести, тогда вороны или голубь. Но попугаев не заводите никогда в жизни. Их выпустишь, они не прилетят, они умрут. И все, не нужно покупать попугаев, пожалуйста. Пусть живут на свободе, пусть их не разводят и не мучают. Они не для того созданы природой, чтобы в клетках жить. Давай, братан, крепись и улетай. Пей. Если хотите напоить голубя, вам how to? Нужно кончик клюва всунуть только кончик. Нельзя весь клюв всунуть, у него там одновременно и нос. Он дышит, он может захлебнуться. Только кончик наполовину, в общем, клюв. Воду. Все, напился. Давай посмотрим, или ты сможешь, как этот голубь, стоять. Давай проверим. А ну-ка, равновесие, равновесие. О-о-о, молодец. Надеюсь, я завтра не найду третьего. Потому что я хотел этого поскорее выпустить на улицу, чтобы он не мешал этот уход. Меня сбивает от монтажа. Я не поехал специально кататься сегодня, чтобы смонтировать жесть. И только вышел купить цветы маме за целый день на улицу и нашел еще одного голубя. Ну это капец. А если бы поехал кататься и не нашел, он бы умер. Судьба она такая. В шапке канала есть ссылка на мою группу ВКонтакте, на мою страницу. Там везде есть треки, все что нужно. Мой велосипед называется Next Majesty Park. Не важно, какой велосипед у меня. Покупайте тот, который вам удобен и по карману. Второй Transition Battle Rocket. Подвес, который я сейчас продаю. Вы перестаньте спрашивать и это меня. Снимаю я свои видео на GoPro 4 Silver. И поэтому у меня растянутое лицо. Голуби уже спят. И вы ложитесь. Только что подобрал на улице, а он уже как дома. Смотрите, все. Вот вам и домашняя птица. Спой ночи. Цветы спрятал в свою комнату, чтобы мама не увидела. Эти цветы пиони. Они пахнут лучше всех. Подарите кто-нибудь мне такие цветы. Я злой и жесткий мужик. Реально. Но я люблю цветы и мягкие игрушки. Они пахнут лучше. И это и все. И они пахнут лучше. Мама. Что? Что ж? Виталий с Веломнароджением. Боже, а какой день? Ты уже по Москве в основном уровне 12.30, а у меня на русском все. Я забылась, давай. Как ты забылась, мама? Ты лучшая мама в свете, чтобы ты знала, что тебя больше в свете люблю. Мама, что ты делаешь? Я тебя люблю. Мама, не трогай голуби, пожалуйста. Я сейчас, сука, тебе еще и ту камеру побью.